Всем привет! Я в Питере у товарищей в студии, но тут тоже ремонт, меня везде преследует ремонт. Хочу такой обсудить с вами момент. У меня это другой телефон, я на нем смотрю картинки и вам рассказываю. Вы за последние годы, ну не прям все, а многие из вас мне пишите про некую ярмарку мастеров. Я в России не живу, я не знаю, что это такое. Комментарии обычно такие. Или в личку пишите, или комментарии, что хватит обманывать людей, на ярмарке мастеров это все продается в 100-500 раз дешевле, а я вот там купил и очень доволен и все такое. Очень часто пишут в личку, ну бывает, что почти каждый день. Привет, Константин, я смотрю ваши ролики, я хочу спросить ваше мнение как специалиста-профессионала. Одобрите мой выбор, даже вот недавно так написали. И спрашиваю, в чем дело, что нужно одобрить. Дают ссылку на страницу, некий сайт, который называется ярмарка мастеров. Вот я себе выбрал перстень или своей жене выбрал кольцо. Подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать или нет. Ну, на мой взгляд, все, что показывали, было подделками. Но, естественно, когда я пишу, что, слушай, мне кажется, это подделка. Часто люди, которые полагались на мою экспертность, начинают почему-то спорить. Я уж не знаю, почему люди. Мы так устроены, все люди, да. Вопросы звучат так. А что ты на глаз определил? Что это такое? А ты что, такой специалист, что ты вот определяешь прям дистанционно через интернет? Нет, конечно, я не прям такой специалист. Но вы знаете, когда сомнений нет, я высказываю свое мнение. И где-то месяц назад написал мне парень, огромное спасибо тебе, привет, да, что вот я смотрел ваши ролики, смотрел, смотрел. Опять же, почему люди, которые смотрят мои ролики, видят сцены, думают, что бывают чудеса? Я не понимаю, но тем не менее. И вот я для себя присмотрел вот такой перстень со шпинелью, синий. Вот смотрите картинку, да. Вот еще картинка его, вот еще его картинка. Видите, потрясающий, потрясающего цвета шпинель. Синяя, значит, весит она... А, тут размер перстя написан. А вес камня, мне кажется... А, ну вот указан размер 14 на 10 миллиметров, это карат, наверное, 10, я думаю, примерно так. Ну, 10 карат, он стоит больше 10 тысяч долларов. А если вот такой цвет прям кобальтовый неоновый, как здесь на картинках, ну, он должен стоить больше 20 тысяч долларов. Если просто синий, больше 10, да. А тут, смотрите-ка, 8,5 тысяч. Ну, как бы очень привлекательно. Почему бы не купить? Ну, как бы, а вдруг правда? А вдруг все хорошо? Так вот, парень мне написал, я написал, что, слушай, за такие деньги, скорее всего, поделка. И, как бы, я сомневаюсь, что кто-то будет настоящий камень продавать за такие... за такую сумму. Вот. Он написал, что, да, скорее всего, так и есть, что покупать он не будет. Но ему интересно провести с ними беседу. Я предложил ему спросить про сертификат. Ему ответили в переписке вот с этого сайта рынок мастеров, да, ярмарка мастеров. Ему ответили, что сертификат мы делать не будем, потому что поставщик очень сильно, очень сильно проверенный. Мы с ним работаем годами. По этой причине мы сертификат делать не будем. В принципе, логично. Если поставщик проверенный, то зачем вообще какие-то документы? Я сразу захотел купить это кольцо и сдать его на сертификат. Но, к сожалению, пока мы с этим парнем вели все эти переговоры между собой, потом я написал туда, мне ответили, что уже кто-то купил его. То есть, уже какой-то человек стал счастливым обладателем такой великолепной неоновой кобальтовой шпинели за 8 с половиной тысяч рублей. Это плюс еще кольцо, да. Это круто. Тут даже такое романтическое, значит, описание, что роскошное. Вот, смотрите, роскошное. Шикарный перстень с синей шпинелью в серебре с чернением. Яркий, сильный, потрясающий перстень с природной шпинелью. Не оставит вас без внимания. То есть, что значит природная? Есть синтетика, это искусственно выращенный, да. И, ну, к сожалению, крайне редко продавцы об этом пишут, что у нас синтетика, ну, как бы подделка. Ну, то есть, камень ненастоящий. Вот тут написано, что природная, значит, все хорошо, можно покупать. В общем, этот перстень от нас ушел, но я уже загорелся, разогнался и решил прикупить все равно что-нибудь и проверить, сдать в лабораторию. Значит, ну, а если покупать, смотрите, ситуация какая. Обязательно найдутся товарищи, которые скажут, ну, вот, да, вам попался камень какой-то не такой, а вообще, может, от случайность, может, там остальные такие, да. Поэтому я решил купить сразу два камня, два кольца с двумя камнями. И, кстати, вы мне очень много скидывали видео, где некая девушка продает опалы, крутит их перед экраном, озвучивает все, очень длинные такие у нее видео. Я потерял, к сожалению, эту переписку. Много человек скидывали. Скиньте, пожалуйста, еще раз. Я тоже сделаю контрольную закупку и потом осветим всю ситуацию. Так вот, посмотрите. Рубин с романтическим названием «Осень». Кольцо с рубином 18.80 карат. Значит, вот еще его картинка. И вот еще его картинка. Смотрите, какой красивый. И вот на последней картинке, если присмотреться, то можно увидеть в камне некие включения. Да? Ну, как бы, похоже на настоящие. То есть, обычно мы по картинке как определяем? Если камень идеально чистый, прозрачный, совсем вообще, вот, совсем прозрачный, да? Ну, скорее всего, это синтетика. Тут включение есть. Ну, может быть, и не синтетика. Читаем описание. Значит, природный рубин, красный корунт, ну, то есть, рубин, это и есть, собственно, корунт, да? Софир и серебро. Далее, восхитительное, шикарное кольцо с рубином 18.8 карат. Мозамбик, то есть, страна, где его нашли, указано, да? В Мозамбике, действительно, рубины добывают. Это правда. Раньше их добывали и в Бирме, и в Мозамбике. Сейчас в Бирме почти не добывают, в Мозамбике добывают, но тоже немного. Так вот, 18.8 карат, рыночная стоимость этого рубина, если он не гретый, а тут не написано, что он гретый, да? Ну, она должна стоить, такое кольцо должно стоить, камень такой, должен стоить, ну, миллионов десять долларов, да? Примерно так. Мы продавали пятнадцатикаратник когда-то, но он был намного хуже цветом, он был такой ближе к темно-темно-красному за четыре с чем-то миллиона. Вот такой прям яркий, горячий, неоновый. Если он не гретый, он должен стоить, ну, семь-десять миллионов долларов. А тут, смотрите-ка, пятнадцать тысяч рублей. Конечно, я решил, что надо покупать. Ну, хотя бы перепродать его потом миллионов за пять. Будет очень легко и очень выгодно. И на всякий случай, вдруг там что-то с тем камнем не то, и это случайность. А остальные все в порядке, да? Да, я решил еще один. Там, в основном, все с рубинами. Я как бы специально рубины не подбирал. Значит, перстень, который называется Аспект, то есть у них все с названиями, значит, производит это все некое, значит, авторские украшения Жанна бренд называется. Вот в уголочке здесь написано. А продают ярмарка мастеров. Ну, ярмарка мастеров, видимо, солидный как бы сайт, потому что мне постоянно про него пишут. Значит, они рекомендуют, качество контролируют, да? Ну, вот смотрите, такой, значит, перстень, 8500 он стоит. Написано, материал природный рубин. И описание, насколько я понимаю, там просто скопировано. Так, вот вам чек о том, что я оплатил это все. Посмотрите. Значит, сумма операции 23750 рублей. То есть, все по-честному. И вот даже мне пришло, спасибо, оплата поступила. Ваш заказ отправлю в понедельник. И пришлю номер отправления. То есть, все по-честному. А вот, пожалуйста, вам типа как. А вот, покупка. Два товара. 23500, общая стоимость. Значит, 15800 и 8500. Все это пришло в мою мастерскую в Москве. То есть, я купил эти два кольца. Они пришли в мою мастерскую в Москве. Мои сотрудники, спасибо вам огромное, отвезли все это в МГУ. Вот эти великолепные кольца. Это вот у нас аспект. А это у нас великолепный, огромный рубин, который называется осень. Сейчас их будем поближе разглядывать. И вот у нас два сертификата из МГУ. Смотрите под цвет фона, да. Вот. Сейчас мы с вами все это подробно изучим и рассмотрим. Итак, приступим. Значит, вот у нас два колечка. Значит, тут у нас, ну, скажем так, розовый рубин, да, или что-то похожее на розовый рубин. У меня вот фонарик, я сейчас подсвечу. Кольцо, ну, выглядит так себе. Но на самом деле, вы знаете, вы часто критикуете там мои изделия. Дизайн – это дело вкуса. Поэтому давайте не будем про дизайн вообще ничего говорить, да. Давайте про камни. Ну, здесь я вам что скажу. Камень идеально чистый и совершенно однородного цвета. Поэтому у меня вызывает подозрение этот вопрос. Но, опять же, я же не могу вот так на глаз делать какие-то экспертные заключения, да. Кто я такой, чтобы это делать? На это есть лаборатории у нас. Вот, давайте поближе посмотрим. То есть, у меня вызывает вопрос его идеальная чистота. Вот, ну, ладно. Может, вот он правда так вот чистый. Написано же природный. Там на сайте написали, что природный. Значит, природный. Так. Большой рубин, который называется «Осень романтично», да. Тут у нас… Вот, пожалуйста. Смотрим. Есть включения. Их довольно много. И это вызывает, ну, такие сомнения, как бы, да. Что вроде как, какая там цена? 15 тысяч рублей. А тут, смотрите, сколько включений. На самом деле, я вам скажу, что, к сожалению, современные технологии позволяют включения имитировать уже по полной программе. И это совершенно не является никакой проблемой. Ну, вот, можно внутри посмотреть тоже. Видите, включение видно, да. Вот, про дизайн, повторяюсь, мы не обсуждаем. Так, смотрим. Сертификаты. Что нам скажет МГУ? Пожалуйста, сертификат. Открываем. Так, сейчас я сделаю подальше. Вот он так выглядит, да. Это у нас, смотрите на фоточку. Вот фоточка. Вот у нас это кольцо, которое называется «Аспект». Похоже, да. Смотрим. Значит, что такое сертификат настоящий, да. Здесь есть QR-код, по которому можно выйти сразу на сайт и проверить наше изделие, что о нем там написано. Потому что, мало ли, может, бумажку эту я подделаю. Я ж могу и на принтере напечатать, правильно? Правильно. Вот, поэтому... Ну, а залмать сайт я не могу, да. И там все проверить. Вернее, там все переделать. Так, далее. Есть номер. Мне, к сожалению, штатив не позволяет. А сейчас вот так вот сделаю. Вот, есть номер. Вот по этому номеру и по дате. Вот дата, да. Можно зайти на сайт. Вот у нас сайт. Вот, можно зайти на сайт и там почитать полную инфу. Более того, есть человек, который несет ответственность за то, что тут в сертификате написано. Вот его роспись. Вот у нас есть голографический значок. Вот, вроде как все нормально. Поэтому читаем. Значит, тут читаем. Сейчас я подогну. Вот так удобно читать. Так, читаем. Один синтетический рубин. Как же так? Обещали же, что он будет природный. Ну и, собственно, все. На этом можно заканчивать. Остальное можно не читать. То есть, синтетика. То есть, подделка. Почему я считаю синтетику подделкой, сейчас объясню вам дальше. Смотрим. Второе. Второй документ на второе изделие. Вот у нас, смотрите, общий вид. Да? Пожалуйста. Вот у нас, сейчас я увеличу. Вот у нас QR-код на это изделие. Можете проверить сами сразу. Вот у нас, пожалуйста, дата. И вот номер. Это конкретно номер именно этого изделия и этого камня. Да? Вы можете зайти на сайт. Вот сайт. Можете зайти на сайт и сами все проверить. Вот фоточка. Ну, фоточка сравниваем. Вот так он там лежит. Похоже. Скорее всего, это оно. Читаем. Синтетический рубин. То есть, не натуральный, не из Мозамбика. Да? Ну, если только в Мозамбике начали делать синтетику. Хотя, я знаю, что не начали. Вот. В принципе, можно дальше уже не читать. Ну, вот роспись, опять же, специалиста. Да? Все есть. Географический значок. В наличии присутствует. Значит, сейчас вам расскажу свое мнение про синтетику. Что это вообще такое? И почему я синтетику не считаю натуральным камнем? Итак, я думаю, вы все убедились, да? В ситуации, как бы, вот эти сертификаты. Они у меня. То есть, это не монтаж. Потому что, наверняка, какие-нибудь, вот эти у меня перстни, какие-нибудь последователи секты ярмарка мастеров начнут потом писать мне, что это все монтаж, наложение, там, еще чего-нибудь. Нет, все снималось тут и сейчас. Значит, в чем ситуация? Думаю ли я, что другие изделия, которые продаются на ярмарке мастеров, поддельные? Да, я так думаю. То есть, это мое оценочное мнение. Большая часть изделий, которые я посмотрел, но я там просмотрел их, может быть, штучек 20. Камни там были ненастоящие. Вот. Следующий вопрос, который задают эксперты, которых очень много в интернете, да? А почему ты считаешь синтетику подделкой? Ведь это практически такой же по составу камень, драгоценный. Это же, по сути, он же и есть. Смотрите, ребята, когда вам говорят, я вот одел, я сегодня в кольце аспект, да? Когда вам говорят, что это натуральный камень из Мозамбика, да? А продают вам синтетику, которая, да, по составу, она схожая, но это сделано все где-то в Новосибирске, в Академгородке, на станке, на специальном, да? Или в Москве, я не знаю. Ну, это подделка, это обман, по сути. То есть, как бы тут же вопросов, я думаю, никаких нет. Если бы было написано, что это синтетический рубин, и продавалось это как искусственно выращенный рубин, хорошо, тогда здесь обмана я не усматриваю никакого. То есть, это синтетикой написано, что это синтетика. В данном случае это все выдавалось за натуральные рубины, которые стоят громадных денег, да? Вот, собственно, поэтому я считаю, что это обман и подделка. Мое отношение к синтетике тоже часто пишут специалисты диванные. Что, ну, это, по сути, она и есть. Скоро синтетика будет такого качества, что на глаз уже будет невозможно отличить. И ваши все драгоценные камни резко подешевеют, упадут в цене. Ребята, синтетику делаются на 1850 года. В 1955-1860 году, да, в 1860 году синтетикой была уже завалена вся Европа, и она уже массово поступала в Российскую империю. Коллекционеры очень часто в семейных реликвиях дворянских находят синтетику. Я об этом, собирающуюся информацию, буду записывать видео. То есть, обманывали не только простых людей, обманывали и каких-то дворян, графов всяких и всех остальных. Мне каждый день пишут, здравствуйте, посмотрите, от моей бабушки, прабабушки осталось кольцо. Пожалуйста, может, вы захотите его купить или продать кому-то, да. Я пишу, что это синтетика, пишут нет. Это исключено. Почему? Потому что синтетики, когда бабушка была молодой, а это ей подарил дедушка, когда ей было 23 года. Синтетики тогда не было. Запомните, 1850 год появилась синтетика, а до этого камни успешно заменяли цветным стеклом. И, в принципе, ну, например, я вот это вот кольцо Аспект, здесь могло быть стекло запросто, потому что оно чистое, прозрачное, и синтетика чистое, прозрачное. Тут нужно проверять уже на приборах, но вот видите, сертификат, да, показал, что это синтетика именно. Могло быть стекло, потому что на глаз я, например, разницы никакой не вижу. Давно уже хорошо научились подделывать включения, вообще все пузыри, трещины, ну, все, что я вам показал тут, да. Тут есть все виды включений, тут и пузырики мелкие, трещинки, все присутствует. В чем разница? Да, в плане химического состава, по сути, это уже почти рубин. И нет, когда вот на 1850 году начали производить синтетику, рубины натуральные не обесценились категорически никак вообще. Объясняю почему. Потому что вот это вот, вот это сейчас стоит 1 доллар. 20 лет назад это стоило 5 долларов. Значит, и через несколько лет это будет стоить уже полдоллара, ну, то есть 50 рублей. Да, там, 40 рублей, 50 рублей. Почему? Потому что производство синтетики наращивается, 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 технологии совершенствуются, и она с каждым годом становится дешевле, дешевле, дешевле. Потому что производят больше, больше и больше. И драгоценные камни при этом в цене только идут вверх. Посмотрите, синтетика уже отметила 170-летие, да, но почему-то драгоценные камни не стали падать в цене, несмотря на то, что синтетикой завален весь мир. Причем это делают в России, ее делают в Китае, ее везут в Мозамбик, ее везут на Шеланку, ее прикапывают. Тут же туристы какие-то или там закупщики, покупатели приезжают. Я рассказывал, да, в каком-то из видео, что прям при тебе могут весь земли достать. Вот этот окатыш неровный, несимметричный весь полностью, там, с трещинками, с пузыриками. У тебя никаких сомнений нет вообще, что да, это действительно при тебе добыли. То есть синтетики огромное количество, завален весь мир, но тем не менее драгоценные камни дорожают, идут вверх с огромной скоростью, в том числе и рубины, которые подделывают чаще всего. Я, кстати, вот не знаю, почему больше всего подделывают рубины. Куда не пойдешь, везде рубины поддельные. Может быть, они самые дешевые в производстве. Так вот, синтетики все больше, 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 а натуральных камней все меньше, меньше и меньше. И рост или падение, или вообще изменение цены на натуральные камни никак не связано с количеством и качеством синтетики. Вообще никак совсем. То есть синтетики больше, рубины растут вверх. Синтетики когда-то было меньше, она была не такого качества без включений, рубины также шли вверх. То есть никак, вот почему я именно рубины купил, да, потому что их подделать больше всего, завален весь мир. Но тем не менее рубины, это сейчас, в принципе, одни из самых выгодных инвестиций в мире. Я вам рассказывал историю, что несколько лет назад я купил рубин за 3 тысячи долларов, и этой весной я продал его за 17 тысяч долларов. И при его рыночной стоимости где-то 25-26. То есть я продаю всегда дешевле, потому что я исключаю огромную цепь перекупщиков, да, то есть у меня перекупщиков нету. Так, следующий момент какой. То есть цена не связана, подделывают вообще все. Далее, говорят, что скоро драгоценные камены что-то так подделывать, что их будет невозможно отличить от натуральных. И вот тогда-то цены все рухнут точно 100%. Ребята, это уже произошло. Я записывал видео про поддельный изумруд, который несколько лабораторий не смогли отличить, а современная хорошая лаборатория в США смогла отличить. И почему-то цены на изумруды не упали совсем никак. Это видео прикрепляю ниже, смотрите. Оно, правда, снято вертикально, но извините, я снимал его просто для Инстаграма. В принципе, если вы хотите получить информацию, разницы никакой нет. Более того, я вам такой открою страшный секрет. Значит, лаборатории и ученые, которые разрабатывают и производят синтетику хорошего качества, а это хорошая синтетика, они же производят и разрабатывают и изобретают приборы и, значит, всякие программы и вообще способы и методы для того, чтобы ее отличать от натуральных камней. То есть, это их бизнес. Они запускают синтетику нового поколения, продают ее по всему миру, а потом продают оборудование для того, чтобы ее отличать от натуральных камней. Собственно, почему нет? Я бы тоже на этих месте так бы делал. Это очень правильный, прибыльный и выгодный бизнес. Поэтому никак синтетика не влияет на цены на натуральные драгоценные камни. Они всегда будут идти вверх в цене. Если вы хотите просто носить что-то красненькое под красное платье, и у вас вот есть... Ну, тут, видите, еще обман в чем? Они продали это за 15 тысяч рублей, да? Да, конечно, ну, камень здесь стоит полтора доллара. Это его себестоимость. Я считаю справедливой, если бы его продавали там, ну, за тысячу рублей. Тут, конечно, переборщили очень сильно с ценой. Но если вам не хочется... Если вам хочется что-то красненькое, вы не готовы покупать вот такой гранат, будет стоить где-то тысячи три долларов. Супер-мега-яркий, крутой, качественный, да? Вам не хочется покупать такой гранат, купите синтетику и ходите. И как бы ничего такого в этом нет. Если вам приятно владеть натуральными камнями, вы хотите дарить и таким образом проявлять любовь и уважение к своей женщине, к мужчине, к маме, натуральные камни драгоценные, то, ну, я, например, за. То есть я тоже ношу и покупаю, и дарю натуральные камни. Потому что, во-первых, это приятно, это эксклюзив. Потому что вот точно такого же рубина, если он натуральный не будет, больше ни у кого в мире. Да, он будет похожий, но в чем-то отличаться. Это производят на конвейере, не знаю, 100 килограмм в сутки. И оно вот такое есть у всех. Опять же, почему тогда люди покупают золото? Вот у меня вопрос. Можно же покупать мельхиор с позолотой, какой-нибудь сплав с позолотой. В принципе, и то, и то желтое. Но почему-то люди хотят натуральное. По этой же причине люди хотят и натуральные камни. Ну, вот так странно мы устроены. Мы, кстати, очень долго об этом думали с моим товарищем Климом Жуковым. И мы надумали такую красивую версию, что было время когда-то, да, когда люди носили ракушки. И вот археологи, антропологи нам дают такую информацию, что были, ну, дикари, первобытные люди, наши предки, которые пробегали, проходили пешком сотни километров. И там собирали ракушки, приходили обратно, потому что вот в том районе, где они жили, все носят синие ракушки. Потому что вот здесь, в речке, они синие. Они преодолевали огромные расстояния, очень сильно рисковали, да, кто-то не возвращался, чтобы вот там собрать в том другом ручье красные ракушки. И приходить у всех синие, а у меня красные, да. И вот у нас интересная версия возникла, почему люди вообще хотят носить украшения и какие-то вещи эксклюзивные, не такие, как у всех. Там шить вещи на заказ, костюмы шить на заказ, да. Потому что, когда у человека ракушка другого цвета, это значит, что он смог преодолеть все это расстояние, он смог взять эту ракушку, прийти с ней обратно, и при этом он не умер с голоду и вышел победителем из всех ситуаций и историй, которые с ним произошли по дороге. То есть у него жизненный ресурс, он более активный, бодрый и вообще такой ловкий, да. То есть он и прокормить себя успел, и обеспечил себя цветными ракушками. И свою женщину, да, которая теперь себя чувствует особенной. Ну, то есть это заложено в нашей природе, в наших генах. Собственно, я тоже подвержен влиянию вот этой вот тяги, иметь не такой Харлей, как у всех, или там не такие ботинки, как у всех, которые вот хочу именно я, чтобы только у меня такие были. Ну, вот что-то здесь, это помимо инвестиций и вложений финансовых, да, что-то здесь такое есть с натуральными камнями. А синтетика, да, пожалуйста, носить я не против, это почти натуральный камень, но только не надо покупать его за 15 тысяч рублей, если он стоит 200 рублей. Да, ну ладно, если там с наценкой на дизайн и производство, хотя мне не нравится дизайн, но это личное дело каждого, ну ладно, тысячу рублей, да. Ну, как бы вот, собственно, такой момент. Ребята, напишите мне, пожалуйста, дайте мне ссылку на ту девушку, которая продает опалы из Эфиопии без сертификатов. Я сделаю контрольную закупку, и мы все проверим. Вот, вот вам еще раз, значит, сертификаты. Это все, к сожалению, синтетика, ярмарка мастеров нехорошо. Жанна тоже очень плохо. Жанна, вам должно быть стыдно, пожалуйста, не обманывайте людей, пишите, что это синтетики, продавайте все это дешевле. Всем привет, не болейте, берегите себя, родных. Если кто-то натыкается из вас на такие интересные всякие ресурсы, пишите мне, с удовольствием буду делать подобные обзорчики. Спасибо. Продолжение следует...